Великую Рождественскую вечерню Великую Рождественскую вечерню Многие из горожан приходят на службу в Храм Рождества Христова уже не первый год, и для них это стало доброй традицией. Говорят, Рождество – это прежде всего свершение чудес, поэтому и ожидания от праздника всегда особенные. Хочется чего-то, для детей особенно хочется, чтобы у них все было хорошо. Вот и молимся, ходим, чтобы в этом году все было хорошо. Главное еще, чтобы успокоиться в стране. Здоровье и работа. Работать, работать и работать надо. Кстати, поход в Храм для некоторых красноярцев далеко не единственная традиция в эту ночь. Ведь чтобы чудо свершилось наверняка, для этого нужно и самим постараться, говорят прихожане. Каждое Рождество много-много лет мы собираемся, вот у нас там есть определенное место, вот так вот стоим, смотрим все на звезду, у нас там человек 15-20 собирается. Каждый загадывает желание. Сбывается? Да, сбывается, поэтому мы его в ту традицию стали поддерживать. Рождественская служба продолжалась около двух часов. Затем верующие от храма разъехались по домам по четырем специально выделенным автобусным маршрутам. Александр Ловицкий, Павел Пателицын, Новости. Спортсмены праздники отмечают по-своему. Новогодние каникулы они проводят активно. Вот уже больше 10 лет, 7 января, на острове Таташев они организуют рождественский полумарафон, который состоится, несмотря ни на какие сибирские морозы. На термометре минус 22, но поддержать традицию и начать свой спортивный Новый год собралось немало красноярцев. Это и клубы любителей бега, и просто люди, ведущие здоровый образ жизни. Дистанции, которые нужно было пробежать, 5 и без малого 22 километра. Традиционно проводится ежегодно, и независимо от погоды, еще ни разу старт не был отменен. Да, суровая погода, но участники были к этому морально готовы. Тем не менее, на мероприятия приехали спортсмены не только из города Красноярска, но и из Железногорска. Я здесь вижу ребят из Уяра, из Ужурского района, из других территорий Красноярского края, и не только Красноярского края. Поэтому я думаю, что забег пройдет без обморожений, без серьезных травм, и я думаю, что борьба будет жаркой, несмотря на холодную погоду. Этот рождественский полумарафон в Красноярске проводится с 94-го года. На этот раз на старт вышли и новички, но в большинстве своем это опытные легкоатлеты, которые уже не раз принимали участие в таких забегах. В шестой год я принимаю участие. Каждое седьмое января для меня это, я думаю, не только для меня, начало нового спортивного года. И я думаю, что это прекрасная традиция начать календарный год вот с такого хорошего традиционного пробега. И ездим, ездим, то есть и участвуем. К слову, такой мороз, как в этом году, в столице края в день марафона не редкость. В 2011-м забег был в минус 22, а в 2010-м в этот день столбики термометра опустились до минус 34. Но тогда старты все же перенесли. В этом году мороз, если и останавливал участников, то только в выборе дистанции. Конечно, не первый раз. Обычно это будет полумарафон, сейчас 5 километров, потому что очень холодно, все замерзает. Но есть мельчаки, которые бегут полумарафон. Муж бежит, надеется, что финиширует, не обморозится. В этом полумарафоне приняли участие больше 100 человек от 13 и до 75 лет. И каждый из спортсменов сегодня бежал, чтобы победить. В первую очередь себя. Дина Володина, Всеволод Никитин. Новости. Весь день в Краевом центре проходили праздничные рождественские гуляния. Главной площадкой праздника стал Нижний Ярус Театральной площади возле городской елки. Здесь провели рождественские калятки с хороводами и массовыми играми. Для жителей и гостей города выступили лучшие творческие коллективы. Кроме того, здесь же подвели итоги городского конкурса «Новогодние фантазии» на лучшую елку и ледовую скульптуру. Праздновать Рождество в Красноярске будут до самого вечера. В 18.30 начнется эта программа. В 19.00 нас посетит митрополит Ташачинский Красноярский Пантелейман. Он скажет свое приветственное слово красноярцам. И потом начнется рождественский фейерверк. Десятиминутный. Но после этого мы завершим концертную программу и в 20 часов закончим празднование Рождества здесь, на Театральной площади. Шесть мигрантов-нарушителей поймали полицейские во время рейда нелегал в Центральном районе Красноярска. Всего документы были проверены у 31 иностранного гражданина. Пять задержанных оштрафованы за незаконную трудовую деятельность на территории России. Еще один будет депортирован из страны. Тех предпринимателей, кто предоставлял нелегальные рабочие места, ждут административные дела. Рейд проводился совместно краевыми стражами порядка, сотрудниками патрульно-постовой службы и представителями миграционной службы. Всего за 2015 год проведено порядка 20 тысяч подобных операций. В результате удалось выявить 2,5 тысячи случаев незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. За этот же период возбуждено 228 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. И с фиктивной регистрацией иностранных граждан. Но тут следует отметить, что несмотря на то, что казалось бы, вот такая ответственность уголовная, значительные штрафы, тем не менее, такие факты продолжают иметь место. В Красноярске состоялось первенство по керлингу. На лед вышли 16 команд, по 4 спортсмена в каждой. Впервые за историю соревнований в турнире наравне со старшими соперниками приняли участие и 8-летние ребятишки. Победители первенства, занявшие с первого по третье места, получат разряд по керлингу и смогут принимать участие в соревнованиях более высокого уровня. Как поясняют в Краевой федерации керлинга, этот вид спорта в крае сейчас набирает популярность, особенно среди молодежи. В этом году только в Красноярске заняться керлингом профессионально лишили более 50 человек. Профессионально играть в керлинг действительно трудно, но доступно для любого возраста, как для 8-летних детей, так и для старшего поколения. У нас в Красноярске есть и лига сеньоров, то есть это старше 50 лет. Тоже уже команда готовится на российские соревнования в своей категории. И 8-летние дети, судя по их первым соревнованиям в их жизни, они тоже достаточно быстро научились и уже показывают первые свои результаты. Редактор субтитров А.Семкин